МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы. Глядя на главный храм землевятской, Успенский собор Трифонового монастыря, не верится, что еще 25 лет назад этот храм терпел участь многих святынь землевятской, порубанных и обесчестенных. Сегодня, говорят, мы восстанавливаем храмы для того, чтобы было красиво, чтобы было где помолиться. Но все же, зачем мы строим храмы? Если сказать, зачем мы строим храмы, зачем мы проповедуем Слово Божие, зачем мы читаем апостольские полоса Лани и Евангелие, зачем мы стараемся воспитывать детей в школах и в воскресных школах, то ответ будет такой, чтобы во всех нас были те же чувствования, что во Христе Иисусе. А в нем были чувствования первозданного человека, того самого, которого Господь, Бог, Творец мира создал, и которого не коснулся грех, потому что Спаситель был во всем нам подобен, кроме греха. И если в нас будет тысячная, миллионная частица этих его чувств, мы будем новым народом и новой человеческой семьей. И для кого-то это кажется несбыточным, почти фантастическим. Но опыт церкви, опыт святых угодников, мучеников, исповедников, опыт подвига внутри совершаемой в церкви свидетельствует о возможности и способности каждого из нас отображать в себе, подобно тому, как в полной мере отобразила их Пресвятая Богородица, те же чувствования, что во Христе Иисусе, Господе нашему. Отметим интересный факт. В городе Свободском, втором кафедральном городе Пятской епархии, есть два интересных храма. Один самый большой из старинных храмов города, а другой маленький, деревянный и самый древний. Город Слободской купеческий бывший. Славится он своими храмами, и большинство храмов было построено на деньги купцов-благотворителей. И вот церковь Святого Духа, или Духовской собор, он был построен семейством Александровых. Занимались они меховым производством и затем спиртовым производством. Перед тем, как начать спиртовое производство, на семейном совете Александровых было решено построить храм. И в 1861 году, чего строительство священник было в 1865 году. Первоначально старостой, и не только благотворительной, но и старостой был Василий Васильевич, который заботился об устройстве храма, о его благолепии. Почти все его семейство здесь захоронено, находится в алтарной части храма. Сейчас мы с вами находимся в теплой части храма. Эту часть построил уже сын Александрова. Здесь находятся два предела. Правый в честь иконы Божьей Матери Казанской, а левый в честь Александра Невского. В Слободском я с 1982 года. Вот я был в Троицком храме, в городе Слободсков, в течение 17 лет после перевода сюда. Это было 4 года назад. В этом здании располагался склад меха и фабрики, межэтажное перекрытие, было много разных дверей там. И на втором этаже, и на первом, сделанной уже фабрикой. Прихожане приходили, работали таким образом, что сначала рабочие там долбили перекрытие, ее обрушивали, потом ее разбивали. Мы тачки возили на улицу, дальше возили там самосвалами. То есть грязная такая пыльная работа. Когда уже началось, скажем, какое-то восстановление, была подготовка к заливке полов, как-то уже стало повеселее. И все радуются, что у нас тоже появились там новые рамы, новые двери, пол уже частично там сделали. Для нас это не просто какое-то здание, но это для нас такой родной дом. И хотелось, чтобы не переделываться там 10 раз, чтобы как-то сделать по-хорошему один раз, и чтобы люди, приходя в храм, потом после нас это здание останется, они каким-то добрым таким словом вспоминали тех строителей, рестораторов. А сейчас мы находимся в холодном храме. Главный предел храма – это совершенство Святого Духа на апостолов. Правый и левый пределы, соответственно, в честь иконы Божьей Матери и Скоропослушницы Василия Парийска и Марии Магдалины, духовных покровителей семьи Александровых. Ну вот сейчас мы здесь завели отопление в храме. Храмы пока у нас не готовы. Но я думаю, что храм, конечно, был чудесный, потому что Александров был человек такой известный. Я думаю, что у него было достаточно средств для того, чтобы заказать такой хороший проект храма. Тут и высота, и световой купол. В городе Солбацком участвует самое большое молитвенное здание. Сверху располагается хор. Первые певча были служащие, рабочие завода Александровых. Так, вот здесь у нас находится палатка. Это детская комната мне располагается. Во время службы, вот, бывает, что маленькие дети, вот, родители с ними тут могут посидеть. Беговая дорожка тут, лошадка. Вот у нас тут рыбки, вот рак есть. Вот покажу, где раки зимуют. Вот, можно тут его где-то... Он спрятался. Что для нас значит православный храм? Конечно, хорошо, когда придешь, потому что в храме там все, в общем-то, налажено там, и духовная жизнь, значит, и, значит, внешние благолепия. Ну, хотелось, чтобы в нашем храме там было красиво, там, и светло, и был хороший хор. Ну, такой процесс, ведь он медленный, неспешный, неторопливый. Вот, тем более, у нас есть, значит, настоящее такое положение. Сейчас в нашей стране очень сложное. Но в любом случае, все-таки, храм — это особое место, такое благодатное. Ну, когда приходит человек в храм, когда приходит Бога, когда в его жизни появляются какие-то проблемы. И очень важно, когда человек находит здесь такую духовную помощь и поддержку. И задача, стоящая перед священником, она очень важная, ответственная. Сопереживать каждому человеку, кто вот приходит к нам. Священник не просто там служитель, но он должен призывать людей к вере и к Богу, и своей, значит, жизнью своей, значит, также быть примером для прихожан своих. Сопереживать каждому человеку, кто вот приходит к вере и к Богу. А сейчас мы с вами находимся в храме в честь Михаила Архангела. Храм этот один из древних в городе Слободском. Значит, его датируют с начала XVII века. Когда Трифон Вятский был в возгнании, Трифон Вятский приходит в город Слободской, и здесь основывает монастырь. Престовозвиженский он называется. И вот по преданию, этот храм вот Михайловский срубил преподобный Трифон Вятский. Вот он стоял на территории монастыря. Это была, вот, надрад на церковь. Вот мы когда с вами заходили, то там видели в центральной части, там такие ворота, решетчик-то они открывались. И вот эти ворота на территорию монастыря приезжал, там по Волске, там заходили люди. Еще 610 год, это во всю смута идет в российском-то государстве. Это разбойники, которые, лихие люди, которые находятся вокруг. Поэтому это еще и была своеобразная крепостная башня. Вот, поэтому это сооружение, оно является для истории ценным. Это не только древний храм начала 17 века, но это как оборонное сооружение, сооружение оборонного зодчества, древнейшее на территории Российской Федерации, деревянное из сохранившихся на сегодняшний день. У деревянного сооружения, у него, конечно, всегда очень много проблем. Дерево – это не такой долговечный материал. Но одна из самых известных реставраций, она была в 1970-е годы, когда здание практически вновь открыли для истории. И в этот же период, так совпало, во Франции должна была открыться выставка, крупная выставка, которую готовили музеи России. Российская деревянная пластика с древнейших времен до наших дней. Она должна была состояться во Франции. Решили перевозить именно этот храм. Он внешне и декоративно красив, и в то же время конструкция его достаточно проста. Потому что сложно представить, что перевозят какой-то храм с Кишского погоста, где очень сложное архитектурное сооружение, но оно и более позднее по времени. А это более древнее, и конструкция все-таки здесь более простая. Храм разбирали. На лесовозах его везли до Гамбурга, оттуда морем. На морском пароме его отправили во Францию. И там на Елисейских полях собирали снова вот этот храм. Это был своеобразный вход вот на эту крупную выставку. После этого, когда вернулось сооружение с выставки, его решили ставить не на территорию бывшего монастыря, а поставить его в центре города, чтобы туристам было удобнее знакомиться вот с этим памятником деревянного зодчества. Тогда вот этот статус его охранял. О его духовном наполнении в этот период, конечно, не говорили. И стоит он на этом месте уже он, ну вот, с 73-го года, когда он сюда вернулся. Сохранились и иконы, некоторые действительно времен преподобного Трифона, которые относятся к 17-му веку. Конечно, это не настоящий иконостас. Это сделана подборка, хотя выдержан вот местный ряд, и постарались как-то выдержать праздничный ряд. Это иконы из фондов музея. Но многие из них, хотя они не столь древние, но они тоже очень интересны. Мы здесь можем видеть и святого преподобного Трифона Вятского с Прокопием Блаженным нашим, и преподобного Досифея. Это ученик Трифона, который после ухода преподобного возглавил монастырь. И похоронен он был на территории монастыря. В начале 20-го века даже стали собирать материал на канонизацию его, потому что на месте захоронения стали происходить различные чудеса. Факты исцеления были зафиксированы. Но потом Первая мировая война, потом революция, потом закрытие монастыря, и как бы вот этот процесс, он был прерван. А вот икона, она сохранилась. Вот если приглядеться, там на иконе даже есть изображение вот этой деревянной Михайло-Архангельской церкви. Пол 17-го века, вот там не случайно сделано такое небольшое окошко, чтобы можно было посмотреть. Тут родной паутик. Да. Вот у нас вот колокольня приближенского самора, она сохранилась, слава богу, тут с часами. И как-то вот мы не мыслим, вот город Слободской там без этой площади, без этой колокольни. Вот такие, скажем, здания, они являются каким-то своеобразным таким символом каких-то городов, в частности для Слободского. Вот это церковь Михайло-Архангель, которая связана с посвятителем нашей вятской страны, припалом Трифону Вятским. Когда несколько столетий назад новгородцы начали строить город Хвынов, сегодняшний Киров, они начали это с возведения храма. Не в этом ли разгадка русской души? Всего вам доброго. Помощи Божьей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова